Сегодня в Национальном выставочном центре Белэкспо прошла великая размова с президентом. У Сустречи приняли удел больше 200 человек. У их лику представники разных сфер – политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, громадских объединений и конфессий, а так само сродка у массовой информации. Промую трансляцию забеспечивала Белтелерадиокомпания. За ходом Сустречи уважливо сочили и наши корреспонденты. Белорусский Державный Университет транспорта. 10 годин, 30 минут ранец. У фойе установы и лекционных аудиториях одночасово включаются некольки телевизоров. Это дает мягчимость сочить за ходом великой размовы с президентом практически всем студентам и выкладчикам. Александр Лукашенко одразу подкресливает – одна из метов сегодняшней Сустречи – пополнить дефицит информации, которая обрушивается на громадство. Не глядяши на развитие медийной просторы, у наявности дефицит контента, який корыстался абсолютным довером аудитории, отзначу керавник Державы. И самое первое пытание, якое хвалюю у всех, развить все союзные Державы. Александр Лукашенко-Пиракананы – Белоруссии и России необходимо быть разом. Братья уже не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие. Поэтому это жизнь. К этому надо спокойно относиться. Но мы должны быть вместе. При этом наша краина должна быть равноправным партнером. У адрознения одних и других постсоветских республик Беларусь не только заховала, а и развела свой потенциал. При чем тычется это разных сфер – от промысловости до эдукации. Сегодня выпускники беларуских ВНУ конкурентны не только на внутреннем рынке. Мир развивается, и информационные технологии в том числе. Но университеты поддерживают планку и дают студентам достаточно знаний, для того, чтобы они могли показывать нашу страну не только на территории Республики Беларусь, но и достойно показывать за ее пределами. Работники открытого акционерного товариства «Милковита» за ходом великой размобы с президентом – сочисть под час обеденных перепынков. Особливо значные интересы выкликают слова керавника державы об гандлевых относенных с Россией. Александр Лукашенко звертает увагу – Беларусь поставляет свою самую лепшую харчовую продукцию. Однако у России великий тиск пылных групп и поставки блокируются. В Евросоюзе многие предприятия сертифицированы, а вы эти предприятия закрыли и не пускаете продукцию на российский рынок. Я думаю, ответ вам понятен. Дело здесь не в качестве и не в том, что вы там нашли какие-то бациллы. Я в правительстве России часто говорю, если вы достигнете уровня чистоты сельхозпродукции, продуктов питания, как в Беларуси, вы будете счастливыми людьми. Во всех этапах технологического процесса ведется жесткий контроль. Также усилен контроль за поставками, экспортными поставками. И поэтому очень обидно, когда российский рынок немножко нас недооценивает, потому что наша продукция высокого качества. Работая на предприятии, зная все технологические процессы, видя их, наблюдая, в принципе, могу делать выводы, что на самом деле у нас предприятие выпускает качественную продукцию, безопасную. Эту продукцию употребляет моя семья, мои дети. Я ее употребляю. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Экономичному блоку подчас великой размовы особливая увага. По словах президента, для его вельми важно, как бы установчий выник. А экономика кожного предприятия дозволяла ему стабильно развиваться. У якости прикладу открытое акционерное товариство «Гумельшкло». Пять годов тому оно не могло различиться с кредитами, отриманными для модернизации вытворчасти. Принятое керамником державы решение об оттерминовце выплат дозволило предприятию не только выправить ситуацию, а и уповненно отчувать себя на рынку. Утым лику – международным. Подтримка семья у яше один приоритет белорусской державы. Подчас великой размовы президент яше раз закранает тему семейного капиталу. По словах Александра Лукашенки, подыходы до его выкористания будут перегляджены. Коли зараз семейный капитал можно выкористовывать только на поляпшене жилевых умов, лечение детяти и его адукацию, в ближайший час этот списк плануется поширить. Гумельшенко Яна Миранович – шмадетная мать. Старышему ши трех сынов 10 годов, молодшему 5. Непосредно семейный капитал я ее семья отримать уже не можа, але подтримку державы отчувая. Четыре годы тому побудовали властную квартиру с выкористанием минимального 1% кредиту. Теперь марать об властном доме. Наверное, это даже наша мечта – построить какой-то уютненький домик, чтобы там собирались дети, будущие внуки. Про материнский капитал могу сказать, что смотрю у девочек, которые там знакомые, кто-то хочет снять пораньше, но мы бы не снимали. Нам важно обучение, важно, чтобы дети стали людьми. Поза увагой керавника державы не застаётся так же тема развития предпринимательства и организации самозанятости насильства. Мы вельми шмат зарабили, как человек мог ругаться у обраны на керунку, зараблять для себе и свою семьи. Для этого створены усе умовы, начиная от дробного предпринимательства до сферы IT. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, ну, слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, больше не примешь, потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался, иди работай, заплатил там какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемая самозанятая, и ещё ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм какой-то, кого-то заел и не пустили человека работать. Разом с тем, по воде слов керавника державы, у беларусов повинна прожинаться предпринимательская жилка. Сарат станучих прикладов у сферы организации самозанятости – гомельская своя полишка. Крыху большая год тому у Гомеля открыли каворкинг-центр, майстро и ромесников. Сегодня свои выробы тут выставляют коля 100 человек. Прошим за односно невеликий час. Некоторые ромесники повысили свой статус, и теперь працуют уже у якости индивидуальных предпринимательников. Идея создания, конечно, оправдала, потому что у нас за это время в полтора раза увеличилось количество мастеров и ремесленников, которые хотят разместиться. А также из тех, кто занимался ремесленной деятельностью, уже появились предприниматели. То есть, занимаясь ремеслом, люди находили себя и открывали свой собственный бизнес. Особенно теперь, когда уже в последнее время появились рычаги, стимулирующие самозанятость в виде последних указов президента по работе физических лиц. Информационная безпека краины относится с Украиной и Китаем термины проведения парламентских и президентских выборов, распроцовка национальной идеи. Подчас Великой Размовы президент подкресливая, закрытых тем быть не повинна. Александр Лукашенко означает великую важность размовы, у якой удельнейшуюсь усе. Народ, улада, представники белорусской и международной медийной супольности, эксперты у самых разных сферах. Усё, что сегодня прогучить в этой зале, станет основой для подрыхтолки важной для краины падеи, что годового послания президента народу и парламенту. Кажа Александр Лукашенко. Наш президент очень сильный лидер. И всякий раз это думаешь, что белорусскому народу повезло, что у нас такой лидер. Беларусь не такая большая страна, но в то же время президент себя чувствует превосходно рядом с мировыми лидерами, такими как Путин, Меркель и другими. И берет чувство гордости за нашу Беларусь, за нашего президента.